Красу я зрю, и жаждут творить ее в Руси, ибо она есть свет, все прочее земная персть. Коль вздымет ветер, то летит, а тихо станет, упадет и обратится в грязь, ежели дождь прольет. И снова, взяв за руку Дарину, вел ее в леса, поля и плел венки на реках. Как однажды рано утром на заре проснулась полонянка и ощутила, что в Елоне бьется жизнь новая, неведомая, то брошенное семь дало первый росток. Радостью объявшись, она была заспешила в мужскую половину терема, ходом тайным, чтобы известить мужа Ярополка, но позрела у ложе своего волхвицу, старую Корнаю. — Зачем ты здесь? Кто звал тебя? — А я хожу незваный, — промолвила старуха, и посох подала. — Таков уж, Рок, прости, идти нам след. Вставай, пойдем. Пора. — Куда же мы пойдем? Я мыслила идти ко князю, мужу Ярополку, чтобы весть добрую сказать. Не должен знать он этой вести. — Но почему? — горная старая вздохнула и отвела печальные глаза. — Так ему легче. Ты пожалей его. В час смертный будет горше, когда он вспомнит о тебе и чаде нерожденном. — Его ждет смерть? — Покуда нет. Но завтра он сразится с братом Олегом, потом с Рабичичем, и тот убьет его. — Вновь свара на Руси. Да что ждать еще, коль Бог оставил нас, забвенью предал, но мы-то не можем предавать его и свет гасить. И посему пойдем со мной. Валдай сей посох тебе прислал. Знать, путь открыт в чертоге. Надолго ли уйдем, горная? И возвратимся ли? Когда? А это смотря, откуда зреть. Волхвица подобрала подол. Клюку взяла и нож поправила, висящий на груди. В дорогу изготовилась. — Коли с земли на тысячу лет, а то и поболее. А ежели с неба минет один день, и ты опять вернешься, чтобы принести на землю семя Святослава. Но это будет уже сказ иной. И подала ей посох. Тяжелый, медный, неистертый. Ура! Валдай, Вологда, Птичий путь. 1991-1998 годы. Конец книги. Февраль 2011 года.